доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели снова мы на площадках самого утра разбираем события фундаментального характера минувшего дня и смотрим как они повлияли на те активы которыми мы спекулируем торгуем и за дня в день повторяю что большая часть тех рекомендаций торговых идей и вообще направлений которые стараюсь вам дать они предполагают торговлю на довольно продолжительный период времени но как минимум это средний срок и если уж есть возможности по вот этому временному интервалу переться в более короткие периоды времени я тоже об этом даю знать друзья давайте прям сразу к повестке текущего торгового дня сегодня у нас 1200 отчет по промышленному производству еврозоны и как я люблю люблю повторять собственно каждый отчет по и с с учетом последних вводных по монетарной политики с учетом прошедшего заседания европейского центрального банка мы еще раз сейчас освежим в памяти что он было тезисно сказано и чему это приведет люблю и отмечать что статистика это база который мы обрастаем с вами формирование вот этого четкого представления почему за евро сохраняется значительный потенциал о слабости когда он будет реализован и отработан но я не знаю друзья я думаю что этого не знает никто но очевидно что он есть очевидно что сейчас рисков для экономики становится все больше и больше возможно они начинают более качественно проявляться именно в показателях разных секторов экономики то есть если раньше у европейского центрального банка например в 18 году была возможность зауалировать определенные проблемы прогрессом в иных секторах собственно поэтому еще жили надеждами инвесторы что и cbs может перейти к жестко монетарной политики сейчас уже все настолько очевидно настолько ясно и картина на мой взгляд уже достигла какого-то критического апогея по провальным релизом что скрыть и невозможно в принципе да и нет необходимости еврозона оказалась в такой же экономической беде как и многие другие регионы в том числе из-за глобального роста такой же глобальной торговой напряженности в мире в общем в 12 00 друзья у меня нет никаких сомнений чтобы мы увидим еще один слабо отчета по еврозоне разумеется в понедельник мы о нем поговорим и еще раз вспомним почему политика европейского центрального банка остается мягкой 17 00 мичиганский индекс и для тех кому хочется оценить потребительское доверие понять как дела обстоят с оптимизмом в штатах и если предпосылки для того что потенциальный рост оптимизма либо напротив его снижения может сказаться на будущих действиях федрезерва ну наверное такой плоскости все-таки этот отчет разбирать не стоит все-таки это мичиганский индекс они отчет по инфляции но все равно каждый более-менее значимый отчет это еще один еще одна частичка пазла в формировании общего представления о состоянии экономики в 20 00 друзья бейкер юс количество детенных терминалов сейчас учитывая что мы все больше и больше склоняемся к тому что нет нужно будет продавать получить еще один фактор для этих продаж виде рост активности американских сланцевых производителей и порассуждая на этой по этой теме прийти к выводу что штаты продолжат переписывать рекордные показатели по добыче это хорошая подспорье для оправдания этих коротких позиций вы прямо на этой ноте предлагаю перейти к тому что у нас на рынке нефти 71 07 а сейчас были пониже были ниже 71 доллара за баррель я вчера предложил ориентироваться там на уровень 70 40 70 50 если мы окажемся ниже то возможно уже нужно будет проявлять активность плане трейдинга и занимать короткие позиции но пока что мы вернулись в районе 71 основа друзья лично я сохраняю выжидательную позицию может быть даже правильный рынок нефти активность сейчас ходит мы видим как настроение меняются инициатива переходит от покупателей продавцам и обратно и участники рынка пытается вот выбрать для себя вектор такой фундаментальный как лучше можно будет торговать нефтью дальше и какую идею отрабатывать я вас готовлю друзья к продажам если не согласны но это ваше мнение также как и мое мнение субъективное все-таки сейчас ставить на высокую вероятность отработки коротких позиций фундаментальный фон по рынку нефти остаются насыщенным накануне мы видели как котировки росли на всех прежних факторах о которых я говорил не раз вот из новых водных у нас только геополитическая напряженность в ливии вот последний доклад от опек в соответствии с которым производство нефти странах ближневосточного картеля снизилась больше чем 530 тысяч я вчера говорил отдельно даже по странам сколько нефти пришлось на них ну разумеется с львиной долей на саудовскую аравию этого было достаточно чтобы на рынок бодрость я чувствовал в течение целого дня но вчера инициатива снова изменилась и все опять же связано опять с опек потому что на рынке сейчас все взвесили в том числе и страны ближневосточного картеля о том что происходит по предложению по спросу пришли к выводу что но если так сильно просела добыча в иране венесуэле потенциально снизится добыча возможно в ливии разве нужно так четко соответствовать обязательства политического пакта и дальше более того подняли вопрос о том целесообразно ли вообще продлевать это соглашение после истечения его действия в рамках первого полугода то есть фактически июнь это последний месяц а кстати месяц назад россии уже давала сигнал о том что они не будут более поддерживать это соглашение а кто знает может быть таким образом у нас возникают такие первые тревожные звонки в пользу того что рынок нефти больше не будет поддерживать энергетический пакт но это наверное уже разговоры ближе к июню друзья я говорю вам о том почему настроение могли вчера измениться добавляем сюда еще и показатель нефтедобычи в штатах 12 и 2 план увеличить производство еще больше чем на 300 тысяч баррелей до конца этого года это даже скромные ожидания думаю что рост добычи будет гораздо более выраженным добавляем сюда еще и замедление темпов роста мировой экономики которая просядет еще больше если в итоге не будет разрешен кризис связанный с брекзитом и не найдут общего языка сша китае более того ухудшится еще отношение торгового характера сша со евросоюзом поэтому давайте пока ориентироваться на уровень который я сказал я думаю что у нас будет с вами возможность еще вернуться к нему и в том числе более детализировать картину потому как мы действуем дальше доллар иена 111 75 и снижались и росли в рамках дня мы снова приближаемся к сопротивлению 112 для тех кто не открыл короткие позиции считайте что есть еще хороший хороший шанс сделать это потому что в целом фундамент он остается таким же располагающим к продажам доллара у нас протоколы вышли в среду вы помните отмечена значительная неопределенность инфляция остается устойчиво низкой трамп вчера снова отметил что было бы здорово если бы федрезерва оси за процентную ставку как минимум на на целых пять десятых процента я думаю что причина роста доллара вчера была связана с очередными комментариями манучина который на пресс-конференции отметил что прогресса переговоров сша и китая все более и более очевиден но на вопрос о том когда же будет достигнуто соглашение он в прямом смысле уклонился я не знаю как это друзья трактовать и но все вы люди мыслящие прекрасно понимаете что значит и наверное понимаете то что вот эта история отношений сша и китая вот так вот просто там с недели на неделю не завершится дружеским торговым соглашением которые поставят всю мировую экономику на рельсе дальнейшего восстановления много воды еще утечет и я думаю не раз у нас будет еще возможность говорить всего каких-то панических настроений которые будут повышать спрос на иену и разумеется приводить к ослаблению доллара повторяю 111 75 продавать можно как и раньше со уровня 112 евро против доллара 1 1269 напоминаю что европейский центральный банк в лице драги в очередной раз сделал акцент на сохранении понижательных рисков и на то что глобальная торговая неопределенность сдерживает темпы роста национальной экономики я напоминаю что европейский центральный банк пересмотрел прогноз по инфляции на 0,1 процента в этом году разумеется до 1 и 4 пересмотрел прогноз по экономическому росту хуже кстати в этот раз оценка чем месяца назад 1 и 2 ожидается до конца 2019 года и я даже с счетом такого прогноза считаю что это несколько приукрашенные цифры на самом деле будет показатели гораздо хуже в общем как я уже отметил начале брифинга я думаю что риторика драги конечно же была проанализирована интерпретирована как мягкая все уловили сигналы то что политика будет оставаться мягкой даже несмотря на то что драги не дал конкретики по планам относительно многоуровневые депозитной ставки не дал конкретики по планам о операции долгосрочного рефинансирования для банковского сектора все равно вот и первым во втором случае вот эти термины инструмента они предполагают крайне мягкую экономическую политику дождемся друзья детали и пусть не на следующем заседании но через одно наверное уж точно важно чтобы сейчас мы оставались преданы вот этой идее снижение как минимум долгосрочного евро если у вас есть представление о том что евро может вырасти в короткой перспективе и вы понимаете почему как это можно отработать удачи вам друзья это ваш выбор я каркасок собственно не торгую я делаю акцент на забери на более длинной дистанции фунт против доллара 1 3072 ситуация в целом не меняется мы зажались вот в коридоре там 100 пунктов я надеюсь то что со дня на день все-таки рынок раскачается и трейдер определяться с тем как действовать дальше я настаиваю на то чтобы фунта снижался после того как англия получила отсрочку до конца октября фактически сейчас много сценариев я могу назвать пять сценариев того что будет дальше это потенциальная ратификация соглашения до 23 мая когда состоятся выборы в европарламент второй тогда англия может и не участвовать в этих выборах если все-таки англия профок этот временной лаг до 23 на мая не ратифицирует соглашение будет ждать вот крайнего срока 31 октября то фактически англии придется участвовать в выборах европарламент соответственно от англии тоже будут депутаты в европарламенте но их мандат будет самым коротким за всю историю получается с 23 мая до конца октября то есть всего лишь несколько месяцев но какой-то бред в прямом смысле третий момент отзывают brexit наверное оптимисты сейчас спят видит этот сценарий потому что в этом случае вес негатив можно будет сразу брать поле и говорить о росте британца четвертый сценарий это все-таки англия без соглашения доживает до 31 октября и выходит на условиях жесткого brexit а ну и пятый сценарий это друзья то что все-таки также вероятно это очередная отсрочка я не знаю какой сценарий вам кажется более реальным на отработку в любом случае мне не нравится ни один это явно то что как уже не раз было отмечено оставляет нас в какой-то новостной прострации мы не знаем как действовать вот это неопределенности наверно трейдеров бесит больше всего поэтому я привык неопределенность друзья отрабатывать только через короткие позиции если вы видите в ней позитив но тогда наверное вы придерживаетесь позиции роста фунта я ее не разделяю доллар канадец 1 33 94 хай кстати это вчерашнего дня я уже был поверил то что мы сейчас на пороге теста 1 34 и пойдем выше но сейчас снова откатили еще не вечер друзья это пара доллар канадец такое легкое время для нас мы доберемся до уровня 1 35 произойдет это очень скоро нефтянка стоило и только пойти вниз тут же притопило канадцы если бы не все-таки поборолы за поддержку продавцы точнее 70 долларов за баррель затащили бренд еще ниже я думаю что в итоге мы бы оказались еще ближе к сопротивлению 1 35 от него не отказываемся ставка была сделана на каролина вилкинс и и мягкие комментарии мы должны были привести к ослаблению канадца но реакция нулевая я не знаю почему и новозеландец друзья 067 12 минимум вчерашнего дня сейчас уровень 067 32 чуть-чуть мы откатили и в принципе чуть чуть не добрались до цели 067 этот уровень падет в качестве идеи того почему новозеландец нужно скидывать несколько часов назад вышли данные по уровня на продажам сплошное разочарование минус 0 3 процента в месячном выражении и 0,7 процента в годовом выражении в то время как прошлое значение было 3 и 4 то есть во сколько получается в пять раз а практически показатель хуже это сигнал того что розница будет топить показатель инфляции и это сигнал того что может быть мы активнее заговорим о снижении процентной ставки в резервным банком новой зеландии даже еще до августа поэтому ставка расчет остается на снижение новозеландца принципе как и австралийца друзья на этом собственно все хорошего вам закрытия недели замечательных выходных жду вас понедельник с хорошим настроением расположением духа будем следить за событиями и дальше торговать всего доброго до свидания